здравствуйте уважаемые коллеги и зрительные канала заметки электрика сегодня вот такая интересная у нас история скорее всего она опять связана с нашими любимыми излюбленными реле l11e от компании реле и автоматика сейчас покажу вам очень интересную ситуацию светомузыку в общем все включаем от первого ввода видите горит зеленый светодиод но контактор от первого ввода горит зеленый светодиод вы видели у реле вроде как он стоит в готовности не ругается но не выдает сигнал на контактор км-1 соответственно он не подтягивается и отсутствует освещение отопления и прочие нагрузки то есть вот я рукой нажал основной ввод свет как бы работы но не подтягивается у нас именно от основного ввода не подтягивается контактор км-1 почему же у нас возникает вот такая светомузыка вот такая вот светомузыка 1 включаем он на него не переходит зашунтировал вот наш контакт 2528 нормально открытый который дает у у нас питание на контур на катушку контактор км-1 проверим готова то есть работает когда я установил шунт зашунтировал эти два проводника то есть имитировал что контакт 2528 нас всегда находится в готовности то соответственно схема заработала сейчас я разорвал эту цепочку и не работает то есть питание на контактор км-1 не приходит а через закрытый контакт когда я отключаю питание на основном вводе через закрытый контакт запитывается катушка контактор км-2 и от резервного вывода освещения у нас есть это нам говорит о том что некорректно у нас работает вот это как раз нормальная открытая пара 25 нормально открытый контакт 2528 у данного реле сейчас я реле поменяю но менять это реле мы будем на реле skf-11 от компании евроавтоматика реле занимает два модуля на 1 рейке и полностью взаимозаменяемая с данным реле то есть сверху у нас подключаются три фаза или 1 и 2 и 3 а внизу 56 это у нас закрытая пара аналогично как 15 16 и 78 это открытая пара взамен нормального открытого контакта 2528 то есть никакие провода нам перекладывать переделывать не нужно удлинять там укорачивать все меняется все взаимозаменяемость здесь получается у нас поэтому сейчас я снимаю обестачиваю наше реле подключив соответствующий автомат к с 1 и с 1 и произведу произведу замену я уже не первый раз устанавливаю реле от евроавтоматики белорусские прошлый раз я вам показывал реле skf 318 в одной из сбора к в р можете посмотреть это видео на канале также я активно устанавливаю реле напряжения прямого включения для квартир sr721 вот этого же производителя также у данного производителя есть и трехфазные исполнения реле прямого включения на ток до 63 ампер этот вариант у нас до 8 ампер имеет контакты питание отключаю вводной автомат основного ввода и откручиваю и здесь у нас зашунтированный контакт прошлый раз я зашунтировал 1 6 снял здесь пока у нас напряжение есть я пока не буду это так ну и сейчас я отключу автомата с f2 чтобы здесь пропал у нас потенциал и отброшу концы 5 9 и снимаем наше реле и говорим ему в очередной раз это вот до свидания берем наша skf 11 единственное здесь вот наверно надо будет сначала подключить а потом его установить потому что неудобно будет подключил наши три фазы на клеммы 123 четвертая клемма пустая то есть реле у нас без нуля снял крышку кабель канала немножко здесь сейчас вот их уложу чтобы они у нас не топорщились так и внизу тоже самое у нас да получается внизу тоже самое сейчас сразу подключу и закрытую и открытую пару потому что не совсем удобно это делать и вот таком положении реле так и подключим наш открытый контакт таким образом одной рукой неудобно снимать поэтому сейчас подключу и покажу все три фазы у нас подключены 123 закрытый контакт 56 я подключил это проводники у нас 59 и 16 нормальный открытый контакт я подключил ну что здесь вот вложил немножко остатки здесь тоже запасик проводов проводников остался подаем питание моргает зеленым оп и сработал у нас контактор км-1 то есть сейчас вся нагрузка питается у нас через основной ввод отлично вот включил автомат ввода основного ввода включил питание цепей управления первого ввода и соответственно пришло напряжение на наше реле контрольный фаз скр здесь проморгался зеленый светодиод встал в готовность то есть горит статус окей то есть это говорит нам о том что у нас все в норме контроль наличия фаз фазы все имеются все три фазы отсутствует асимметрия между фазами и напряжение как по верхнему так и по нижнему порогам находится в норме а также не нарушена само непосредственно очередование фаз а b c то есть все у нас находится в норме ну давайте теперь включим второй ввод так соответственно здесь горит светодиод первого ввода вот здесь надписи нет я чуть позже сделал теперь сымитируем пропажу напряжения на первом вводе смотрим отключая автомат ввода номер один нагрузка у нас переключилась на контактор км-2 то есть на питание со второго ввода вот у нас горит здесь соответствующей соответствующая индикация так отлично освещение работает теперь восстановим напряжение на основном вводе заморгал на светодиод зеленый оп и нагрузка у нас переключилась на контактор км-1 то есть на питание с первого основного ввода давайте еще раз перешел обратно на основной ввод отлично в принципе все схема рабочая что нам и нужно немножко пробежимся по самому реле skf-11 здесь мы можем регулировать лишь выдержку времени отключение по симметрии от одной до десяти секунд все остальные регулировки в данном реле отсутствуют они уже заданы производителем например выдержка времени apv то есть повторного включения здесь составляет две секунды выдержка времени отключения при напряжении ниже 320 вольт то есть нижний порог это 5 секунд и выдержка времени отключения при напряжении более 480 вольт это 0 5 секунд у данного реле отрицательная температура составляет минус 25 градусов принципе вполне достаточно для нашего примера почему акцентирую внимание на температуре потому что не все реле имеют такой широкий диапазон например у арбуз большинство реле имеют отрицательную температуру всего до минус 5 по моему градусов если же у нас заморгает красный светодиод частотой 1 герц то это у нас будет свидетельствовать о нарушении чередования фаз если же у нас заморгает красный светодиод с частотой 3 герца то это будет символизировать о том что у нас в сети повышение напряжения более 480 вольт если же у нас просто будет гореть красный светодиод это будет символизировать о том что у нас напряжение снизилась ниже 320 вольт имеется ввиду линейное напряжение либо возникла асимметрия по фазам сейчас у меня нет возможности проверить уставки данного реле по верхнему и нижнему порогам а также асимметрию потому что это у нас аварийная замена нужно восстановить схему а для этого нужно было сюда ехать либо с устройством либо не нужно было изначальное реле прогрузить на стенде времени у меня не было сейчас мы можем лишь проверить как реле себя поведет при смене чередования фаз сменим 10 поменяем фазы друг с другом посмотрим как она среагирует на это сменил принудительно чередование фаз включаем питание как ветер начал моргать красный светодиод зеленый окей у нас не горит а вот здесь вот значок внимания не моргает красный светодиод что нам символизирует о том что чередов нарушено чередование фазы и соответственно схема у нас на первый ввод нас 1 основном вот не переходит отлично давайте все вернем обратно все вернул обратно включаем идет тест об и реле у нас переключила нагрузку на первый основной вот здесь соответственно загорелся зеленый светодиод что все в норме у нас расскажу про схему хотя уже неоднократно о ней рассказывал лучше вот у нас имеется основной источник питания основной вот вот у нас имеется 2 источник питания 2 вот назовем его резервным водом вот наша нагрузка раз два три четыре это у нас резервный трехполюсный автомат его сейчас здесь схеме не сразу демонтировали приводим эксплуатацию осталось у нас три автомата отопление высокой стороны отопления низкой стороны и освещение всей подстанции как низкой так и высокой стороны то есть три автомата вот сама у нас схема в то есть вот у нас два водных автомата но здесь вот сборщики обозвали их не коф-1 а коф-1 коф-2 вот они у нас 40 амперный дальше у нас по схеме стоят два контактора км-1 км-2 вот наши два контактора якорские контакторы со шнайдеровскими приставками вот такой вот микс у нас здесь ничего бывает и имеется у нас один автомат сф-1 трехполюсный и автомат сф-2 однополюсный этого цепи управления соответственно первого ввода и второго резервного ввода вот они наши эти два автомата вот 6 амперный автоматы полюсный сф-1 и однополюсный 6 амперный сф-2 переходим к самой схеме с этого автомата сф-1 у нас питается реле контроля фаз к вы видите и отсюда же запитана сама небольшая схема управления это у нас кстати нолик это три фазы это у нас ноль в данном случае мы уже установили реле контроля фаз скф-11 от евро автоматики вот питание где которые концы я отключал они у нас питаются с автомата сф-1 а также сама схема управления ну и рассмотрим ситуацию когда у нас напряжение на основном на первом вводе в норме напряжение в норме реле к в-1 замыкает свой контакт 16 нормально открытый контакт вот он у нас контакт 16 вот и получает питание у нас катушка контактора к м-1 через нормально закрытый контакт к м-2 то есть это у нас блокировка одновременного включения но обычная схема катушка получает питание и соответственно контактер у нас срабатывает замыкает свои основные и сигнальные контакты то есть вот силовыми контактами подается три фазы непосредственно на нагрузку на нашу а блок контакт вот 12 он у нас получается идет на лампу индикации вот у нас лампа индикации вот у нас маркировка двоечка двоечка и здесь вот он был контакт один двоечка это на вот эту лампу получается принципе все происходит питание нагрузок как только напряжение у нас выходит за уставки верхнего и нижнего порога либо возникает какая-либо асимметрия по фазам либо нарушается чередование фаз то реле kv-1 у нас размыкает свой контакт 16 катушка к м-1 у нас обестачивается то есть контактор отключается здесь лампа у нас гаснет 5 9 нормально закрытый контакт реле к вы контроле пасковые замыкается вот фаза так к м-1 у нас уже отпавший и получается соответственно питание катушка к м-2 и соответственно у нас подтягивается контактор к м-2 и нагрузка у нас получает питание от резервного ввода соответственно здесь контактор к м-2 подтянут горит соответственно лампа hl2 4 0 0 и у них здесь общие как только напряжение на основном вводе восстанавливается у реле размыкается контакт нормально закрытый контакт 5 9 соответственно отпадывает у нас катушка контактора к м-2 нагрузка обестачивается в это же время замыкается у нас контакт 16 реле здесь уже у нас к м-2 отпавший поэтому здесь цепочка имеется и получает у нас питание 5 катушка к м-1 соответственно контактор включается и нагрузка у нас получает питание опять от основного ввода здесь соответственно загорается лампа hl1 вот такая вот самая простая незамысловатая схема которая достаточно много где у нас применяется конечно же есть разные варианты в р есть а в р еще с контролем напряжения по второму вводу то есть аналогично здесь устанавливается второе реле но где-то это нужно где-то не нужно где-то более ответственные потребители в данном случае нашем примере это более чем достаточно схема верно с одним реле контроля фас вот принципе на этом все вот такое получилось видео вот такая вот у нас неисправность которую мы устранили если у вас есть какие-то вопросы то пожалуйста спрашивайте об этом в комментариях если вам понравилось видео то обязательно ставьте лайк обязательно подписывайтесь на мой канал также не забывайте что у меня есть очень активный чат в телеграме также у меня есть страничка в инстаграме где я выкладываю небольшие сюжеты небольшие зарисовки из-за своих будней которые не публикую на канале в ю тубе поэтому чтобы не пропускать интересные события присоединяйтесь соответственно и в инстаграм и в наш чат телеграм в чать в чате телеграм кстати нас уже практически три тысячи человек специалистов и там мы ежедневно обсуждаем электротехнические темы ну и или около электрические темы вам точно будет интересно всем спасибо за внимание ну а с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до встречи а а а и и и Субтитры создавал DimaTorzok